Италия прощается с жертвами разрушительного землетрясения. Первые похороны прошли в городке Акселе Печенна в области Марки, который серьезно пострадал от удара стихии. Там в последний путь проводили сразу 35 человек. Католический епископ на траурной церемонии напомнил об удивительном случае самопожертвования, который потряс всю Италию. Восьмилетняя девочка ценой своей жизни спасла младшую четырехлетнюю сестру. Джулия закрыла своим телом Джорджио от падающих обломков. Трагическая, но в то же время жизнеутверждающая история произошла в городе Паскаре-даль-Торонто, который также сильно пострадал от землетрясения. На расстоянии двух метров от церкви пожарные вызволяли двух маленьких девочек. Старшая Джулия прикрывала сверху младшую Джорджию. Джулия умерла, Джорджия выжила. Они были в объятиях, в объятиях смерти и жизни. И мне кажется, жизнь победила в лице маленькой Джорджии. Как только Джорджия нас увидела, она попросила воды. Затем я спросил, как ее зовут. Она громким голосом ответила, Джорджия. В этот момент все мы были сильно взволнованы и начали ей аплодировать. И еще один почти целиком разрушенный населенный пункт деревни Сан-Анджело в центральной Италии. 600-летний дуб стал одним из символов будущего возрождения. Он один из немногих остался стоять после землетрясения. Подземная стихия не пощадила даже мертвых. Полностью разрушено местное кладбище с его историческими памятниками. Местные жители немного воспряли духом, когда спасатели извлекли из-под обломков церкви Старую Богородицу. Старая часть кладбища деревни Сан-Анджело, где мы сейчас находимся, почти полностью разрушена. Вы видите, что склепы и церковь Мадонны Дегалора практически стерты с лица земли. Все соседние деревни полностью разрушены, за исключением некоторых строений, которые чудом устояли. Это общая ситуация. Нужно сказать, на первый взгляд, почти все здания в небольших деревнях необходимо восстанавливать практически с нуля. Вся эта ситуация настоящая трагедия для нас, потому что мы буквально все потеряли. Эта Мадонна дает нам надежду. Мы уповаем на лучшее. Жертвами разрушительного землетрясения в Италии стали уже 294 человека. К сожалению, цифра эта не окончательная. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Сейчас разборы завалов продолжаются. Давайте посмотрим, что прямо сейчас происходит в городе Аматричи. Он принял на себя основной удар стихии. Аматричи сильнее других пострадал от землетрясения. Красноречивее всего говорят слова мэра, который заявил, что города просто больше нет. Впрочем, прокуратура Аматричи считает, что одной из причин таких разрушений стало как раз таки и несоблюдение строительных норм. По словам Риэта Джузеппе, во время возведения зданий использовались некачественные материалы. Что и привело к таким чудовищным последствиям. Сейчас идет расследование. Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло, напомню, ночь 24 августа. Пострадали несколько городов в трех областях. Подземные толчки ощущались и в столице Италии, Риме. Специалисты говорят, что сейсмическая активность в регионе до сих пор не прекращается. Поэтому не исключают и новых толчков. АПЛОДИСМЕНТЫ